Сегодня мы решили съездить на курорт Святой Константин и Елена Просто посмотреть, это место, оно находится рядом с нами И в общем раньше этот курорт назывался Дружба И там отдыхали многие советские граждане Он очень изменился, этот курорт Поэтому хочется посмотреть, что там появилось нового А нового там, по-моему, появилось очень много Там есть новые отели, новые термальные источники Или по крайней мере бассейны новые с термальными источниками Поэтому там, я думаю, нас ждет много интересного Но для начала мы решили проверить старую дорогу Которая соединяла Золотые пески раньше И шла вдоль всего побережья Золотые пески Потом дальше там идут маленький курорт Ну, Ривьера, соответственно Потом Солнечный день Потом идет Святой Константин и Елена Ну, и так дальше уже маленькие населенные пункты Которые дальше Варна Но эта дорога, к сожалению, очень много лет назад Была закрыта, на ней образовалась по-болгарски Оно называется Сфлачиште То есть грунт ушел и дорога как бы съехала Сначала ее вроде собирались восстанавливать Но похоже, что так она и не была восстановлена Мы сейчас в этом убедимся А потом уже тогда проедем на курорт Вот мы приехали И дорога здесь обрывается Такое ощущение, что здесь только маленький кусочек дороги В результате мы приехали в деревню И едем в направлении курорта Константина и Елена Мы уже едем сюда Каким-то образом чудно мы проехали По маленьким дорожкам И теперь, наверное, очутимся уже Где-то рядом с целью Вот это дом журналиста Всей красе Международный дом журналиста Раньше он работал, был популярным курортом Здесь отдыхала моя сестра, журналистка Цветочки Она как-то приезжала, да И искала этот дом журналиста Как ностальгия Но теперь он не работает Вот это международный дом журналиста Выглядит теперь вот примерно так Запущенная территория Хотя там кто-то Уже признак Машина какая-то есть Но Видимо это какое-то имущество Которое Ни болгарское Ни российское Наверное, никак не поделит Потому что дом журналиста Не работает Ну не договорились Напротив ресторан Очень симпатичный Вот На террасу И добро пожаловать Наверное, даже может и работают Так, а можно поехать вот туда вниз Да, мы вниз туда и поедем Вон там какие чудные розы Видите ресторан в розах А вот эти какие Ой, не могу Розы Очень красивые Какая изгородь из роз Это просто невероятно Торопилась выложить Смотрим Да Тут можно было объяснить Еще целый контент про розы Вот так мы едем 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 Округом все розы 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 Красота Ой Вот так Вот такая жизнь Красивая Вот какой-то новый отель Очень довольны, что проехали не по магистрали А по маленьким населенным пунктам Мы видим, что отели строятся Территории развиваются Люди живут спокойно И здесь совсем немного туристов Мы спустились к пляжу, чтобы насладиться морскими пейзажами Здесь очень большая удобная стоянка Можно остановиться и поснимать Мы не доехали еще до Святого Константина Но мы еще туда доедем Очень красивое море сегодня Свежий ветер А волны даже очень сильные Здесь много комплексов Новых построено С видом Пойдем дальше Вон там виден дом журналиста Большой пляж Здесь находятся какие-то комплексы Прямо на берегу моря Апартаменты в этом комплексе 1100 евро за квадратный метр Прямо на самом берегу моря Здесь явно территория закрытая какого-то отеля По-моему, он даже и не работает Но машин довольно много Теперь немного расскажу о курорте Святой Константин и Елена Раньше эта местность называлась Одессас Ее населяли греки Она очень богата минеральными источниками Что сейчас эффективно используют местные отели Отелей здесь много На любой вкус и кошелек Также здесь очень хорошая инфраструктура Недавно даже открыли гипермаркет Лидл Курорт интенсивно развивается Но сохранились еще некоторые винтажи С советских времен Теперь давайте вместе прогуляемся по курорту И все увидим Мы находимся на курорте Святой Константин и Елена Вот нашли какое-то строение Похоже, что это отель Вот какую крепость возвели там И как красиво все сделали Похоже, тут будет у нас просто какой-то дворец Дворец Константина и Елена Это старинный дворец Энтранс, бич и бар Красивый отельчик Ты думаешь, это рыба? Рыбки, пушки Вот такой человек Нептун называется Старизубцем Стоит на пирсе И всем говорим, что мы находимся На курорте Святой Константин и Елена И Точно, да Находимся на строительной площадке Нового какого-то супер отеля Так что приезжайте, скоро отель будет построен Вас тут ждут Очень красиво Да, я тебя снимаю Мы сидим и улыбаемся Это специальное место для фотографирования Счастливых туристов Которые будут отдыхать в этом отеле Есть эту красивую и вкусную еду И загорать на этом чудесном пляже А потом здесь делать фотосессию Представьте, что здесь сидит молодая красивая русалка Я ее даже вижу Ну это сложно, конечно Я ее вижу Русалка не русалка, но русалочке что-то есть Ну все, конец съемочек на камеру Так а с этой камерой можно вообще снимать Кукушкин 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 На махушке Как вам? Нормально По-моему, неплохо Отлично За нашей спиной есть вход в бассейн Можете там уездить А я уже еще не видел ни разу Ну ничего, ты потом посмотришь Так что А где у нас выход с парковки? Выход, там же где-то Здесь такие прекрасные сосны Вот сейчас мы повернемся и покажем им, какие идут чудные сосны И эти сосны издают такой прекрасный хвойный запах Звук пилы А звук пилы издает напротив Ну и здесь очень, очень хорошо пахнет Такой воздух Это просто не везде Все так Не сильно Все Это чудненький отель Территорию которого мы для вас снимали Просто он еще не закончен Но очень помпезный Градина Карусели У нас тоже никого пока нет А вот Это что символизирует? Скриптура Такие тонкие червячки Такое красивое здание Оно совершенно новое Старое здание почты Вот такая у нас галерейка Здесь будет, наверное, торговля Буйная Но пока еще нет Коронавирус прибил весь болгарский бизнес Весь туризм Сейчас такая ситуация Вот тут же ресторан готовится к открытию Но правда пока не очень сильно готовится Да, вот здесь недостроенный отель какой-то Наверное, инвестор этого отеля приостановил работу на время коронавируса Вот этот отель Аквахос имеет бассейн Вот работа на время Не знаю, видно мой робот на время Да, наверное, видно В бассейне мы не были Цены я взяла из интернета Там же есть и отзывы Очень интересные Почитайте Вот эта стройка того отеля Который мы снимали в прошлый раз С другого ракурса Но он еще не закончен Вот этот крест В котором находите минеральный бассейн Тут ходят люди раздетые Сток минеральной воды из бассейна, я думаю Вот такая речка Ну ты знаешь, у нее запах минеральной воды Но рукой не трогала Слишком высоко Ногой тоже культуркой Вот мы гуляем По парку Святого Константина и Елена Тут такие ухоженные деревья Красивые Очень старинные Так приятно Здесь пройтись В ту сторону еще продолжается Парк Святого Константина и Елена Вот мы опять пришли на пляж Вот такая лисенка Тут работает ресторан Я уже проглазался бы Да, мне тоже кажется А вот здесь Вот такая пушечка Стреляет Такая сделана смотровая площадка Но все такое незаконченное Как говорят, болгары не свершено Видимо, еще будут Но будет очень красиво Вот ресторанчик По-моему, работает Ну еще бы Столько народу Ну они, наверное, пьют только в основном воду Я смотрю, у них там такое То есть, видимо, закладительные напитки А теперь перенесемся в другую часть курорта Здесь находится главная винтажная достопримечательность Нет, не отель Вы сейчас сами увидите Это источник Такой же, какой был у нас на Золотых Песках Но теперь его у нас нет Вышли с той стороны Где не оборудованы, скорее, минеральные источники Сейчас мы перевернемся и вам его покажем Видно, ой, труба Ну вот На фоне трубы В сторону минерального источника И здесь очень здорово Это отличие теперь от Золотых Песков У нас трубу закопали А здесь можно купаться Я, конечно, не удержалась И попробовала водичку Она такая тепленькая, как обычно Здесь деревья посажены в честь кого? И еще каждый может поучаствовать в озеленении курорта Святой Константина и Лена Об этом гласит эта табличка И еще здесь сохранилась часть монастыря Святой Константина и Лена Но там съемки запрещены Поэтому мы туда заходить не стали Увидеть истерия пола Это отель Большие паркинги тут тоже предусмотрены Будка охраны До новых встреч До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин